Ну а о ситуации на разных участках вот этого фронта, противостояния с Российской Федерацией, говорим далее. С нами на связи Сергей Брачук, спикер Украинской Добровольческой Армии Юг. Сергей, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Слава Украине! Доброе утро, коллеги! Героям слава! Сергей, ну давайте так, если мы уже говорим о ситуации в Херсонской области, в частности, той истории, которая касается Ливой Бережья, то, соответственно, какова оценка ваша, того, что сейчас там происходит, поскольку, ну, если вот эти небольшие пазлы складывать в одну какую-то картину, то получается, что есть там определенное продвижение со стороны вооруженных сил Украины. Ну, я бы сегодня говорил больше о том, что пытается предпринять Российская Федерация на левом берегу Днепра. Не говорил бы о том, что сегодня есть массовый исход дезертиров. Это понятно, мы говорим действительно о единичных случаях, когда российские военные, лишенные мотивации, пытаются каким-то образом избежать боестолкновения с украинскими подразделениями. Что касается левого берега, враг еще не вел бой все резервы, которые там накапливал, потому что части этих резервов, они переброшены на восток, на Купинское направление, на Авдеевское, на Бахмутское. То есть сегодня есть, конечно, еще расскажу, резерв. В основном это представители воздушно-десантных войск, есть еще одна мотострелковая дивизия. Генерал Теплинский, который является командующим ВДВ Российской Федерации, он хороший офицер, надо это признать, тем и ценнее успехи наших вооруженных сил на определенных локациях. Мы сегодня не говорим о каких-то там наступательных действиях, мы говорим о том, что есть жесткое противостояние, есть контрбатарейная борьба, ну и, соответственно, враг пытается максимально откинуть наши подразделения, которые проводят соответствующие действия на левом берегу. Левый берег, понятно, что для нас это очень важно, это освобождение всей Херсонской области, ну и враг понимает прекрасно, что ему все дальше тяжелее удерживать левый берег, потому что он не успел настроить там большой фортификации, в отличие от востока. С другой стороны, мы говорим о большом количестве минных полей, которые массово появились после работы, боевой работы российских подразделений, и это, конечно, усложнит работу наших подразделений. С другой стороны, враг действительно активно задействовал и авиацию, и артиллерию. Но вот как раз против артиллерии у нас все хорошо получается, контрбатарейная борьба с правого берега, она приносит свои результаты, ну и, собственно, по всему фронту, это, скажем так, изюминка этой кампании летней осенней. Поэтому я уверен, что определенные действия наших подразделений на левом берегу, они будут продолжены, ну а враг будет максимально пытаться этот берег удержать, потому что, еще раз скажу, это очень перспективное направление, но говорить о каких-то там масштабных контрнаступлениях сегодня не приходится. Сегодня мы говорим о том, что максимально соблюдаем информационную тишину, потому что это жизнь наших бойцов. Ну, на самом деле, это абсолютная правда. Особенности, знаете, научились, и это прекрасно, мы понимаем, журналисты, наперед, да, не действовать на руку врага, и, в частности, по определенным населенным пунктам, поэтому это важно. Но вот в продолжении левого берега многие его называют тревожным, да, ну потому что ряд определенных событий происходит. Также мы понимаем, что есть серая зона. Ну вот стоит также отметить, что все-таки тут российским оккупационным войскам и сложности тоже уже из серой зоны есть определенного характера, потому что даже в гипертрофированном том количестве, которое у них имеются КАБы, да, вот эти, на самом деле они тоже не сильно помогают, потому что тут нужно отдать должное силам обороны Украины, вооруженным силам Украины нарушены логистические цепочки, да. Когда-то, уже год назад, да, практически год, Йенс Толтенберг сказал, что как раз вот начинается война логистика, кто будет побеждать в войне логистика Украины и Россия, вот на той стороне будет и, да, все-таки выигрышные позиции. Вот мы видим, что все-таки логистические маршруты, те, которые нарушили силы обороны Украины, вооруженные силы Украины, как раз это сегодня помогает украинским военным. Вот хотелось бы у вас спросить, вы начали уже говорить о том, что сегодня враг используют, да, и это очень важно, но насколько вот КАБы, да, на сегодняшний день эти бомбы помогают, потому что их огромное количество, об этом не стоит забывать. Мне нравится всегда с вами общение, потому что оно реальное, да, хотелось бы, возможно, какие-то и позитивные, оптимистические вещи, но мы с вами не придумываем, мы исходим из реальности. Реальность сегодня такая. Вот что у них сегодня есть в арсенале, чего стоит, ну, опасаться, опасаться силам обороны Украины, но опасаться и понимать, как с этим можно работать на поле боевых действий. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что каждый день, если мы поговорим о левом береге, надо сказать огромное спасибо нашей морской пехоте, которая противодействует врагу, которая выполняет определенные боевые задачи, которая научилась бороться с теми средствами вооружения, которые сегодня есть в наличии в Российской Федерации. У врага сегодня действительно есть всё. К сожалению, враг сегодня, только сегодня преобладает в авиационной компоненте. С другой стороны, мы говорили об этом в вашей студии, что надеемся на максимально скорейшее усиление наших действий, именно авиационных, потому что это то, что поможет продвинуть вражескую авиацию, то, что поможет снизить, ну, наверное, в разы, снизить давление именно вражеской авиации, потому что действительно КАБы, авиационные эти бомбы, они очень существенно влияют на боевую работу. Надо сохранить бойцов, надо сохранить те наработки плацдармов, которые есть на всех направлениях, в том числе и на Херсонском, ну и, соответственно, подготовиться к продолжению определенных действий. Поэтому сегодня у врага действительно и всё. Но вот эти удары и надрезы скальпелем, именно логистика, абсолютно вы верно говорите, удары по логистике, удары по вражеским пунктам управления, по вражеской артиллерии, по складам БК различного уровня, они есть и полевые, есть там дивизионные, армейские и так далее и тому подобное. Всё это создаёт вот эту целую действительно картину, когда пазлы складываются. Пазлы складываются так, что каким-то чудодейственным образом эти серые зоны расширяются, они становятся больше. А это уже серая зона, это определенные успехи в том числе. Ещё раз скажу, огромное спасибо нашей морской пехоте. И на этом пока действительно всё, потому что это жизни нашей морской пехоты. Сергей, ну давайте поговорим, давайте не только о пехоте, а и морских дронах, потому что мы понимаем, что есть много составляющих, которые должны помочь Украине выиграть в этом противостоянии. В Украине активно увеличивают производство морских дронов, разрабатываются новые модели с сюрпризами, чтобы российским кораблям было неспокойно в Чёрном море. Об этом рассказал в эфире телемарафона «Еды не новыны» министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Он также отметил, что дроны начали производить серийно. Украина применяет их для атак на военные корабли страны-агрессоры. И с февраля прошлого года украинские военные потопили или повредили 25 российских судов. А экспериментальный надводный ядром «Си-Бэйби», ну, «морской малыш», так его назовем, применяли для атаки на Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с Россией. Фёдоров также отметил, что в Украине сейчас активно производится ударная БПЛА. Давайте услышим позицию и продолжим беседу. Разрабатываются новые модели с сюрпризами. Поэтому, думаю, российские корабли будут чувствовать себя довольно тревожно в Чёрном море. Есть определённая задача увеличить масштабирование. Поэтому появляется всё большее количество производителей, присутствует конкуренция, появляются новые функции. Мы сейчас круглосуточно работаем над тем, чтобы выводить войну на другой технологический этап, чтобы продолжать уничтожать противника. Михаил Фёдоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию, образованию, науке и технологии, министр цифровой трансформации Украины. В эфире марафона «Едыни Новые». Сергей, как бы Вы оценили роль именно морских дронов в том, что присутствие Черноморского флота, ну и в целом, как мы понимаем, военное присутствие в этом регионе Российской Федерации, постепенно уменьшивается. Это тоже входит в тактику так называемых тысячи порезов, которые должны, в частности, привести в конечном итоге к деоккупации украинского полуострова? Ну, я скажу так, что, конечно, на службе вооружённых силах Украины пока не состоят их теандры, это понятно, но если мы говорим о дронах, о морской флотилии, мне, конечно, больше импонирует название «морские малюки», тут прямые ассоциации с фамилией главы Украинской службы безопасности, и для врага это всегда очень болезненно. Так вот, эти дроны «Камикадзе» морские, есть надводные, есть и те, о которых пока никто не рассказывает и вряд ли расскажет. Враг ощутит на себе их силу, и, возможно, после войны тогда будет сообщено, чем же уничтожали российские корабли в том числе. Действительно, война выходит и вышла уже на новый уровень, об этом говорил и главком заложный, об этом говорится и на ставке Верховного Главнокомандующего Президента Украины, об этом, видите, говорит и Михаил Фёдоров, об этом говорят и военные, да, то есть тут совпадение мнений, что война технологий, сегодня и в этих технологиях мы должны победить российскую армию, которая возвращает к предыдущему разговору о том, что у них очень много вооружения. Вот эти новые технологии не позволят одержать победу на поле боя. Поэтому мы действительно сегодня говорим о том, что не обладая, к сожалению, ну, после войны, после победы будем наверстывать, полноценными военно-морскими силами нам удалось, нашим бойцам удалось оттеснить Черноморский флот Российской Федерации, который считался всегда доминирующим в Черном море до Новороссийска, до Туапсе. И сегодня нахождение кораблей Черноморского флота в нашем временно оккупированном Крыму – это только вопрос времени. Опять-таки, если мы говорим о дронах, эти атаки будут продолжаться, они будут наноситься, эти удары, в том числе и в портах Новороссийска, и Туапсе, о которых я сказал, ну и при переходах с того или иного пункта базирования. Поэтому враг сегодня не чувствует себя в безопасности, а креатива у наших предпринимателей, у наших изобретателей, и тем более у наших военных достаточно. Поэтому битва на Черном море, она продолжается, и сегодня стратегическая инициатива, она 100% на стороне Украины. Да, это подтверждает и действия российских оккупационных войск, и решение о выводе того, что осталось еще в составе, да, и то, что было в Севастополе, что-то перемещают в Новороссийск, тут, возможно, решение будет принято о перемещении части также своих суден и в частично непризнанную республику Абхазию, потому что там есть база, да, и там решение есть определенное у Российской Федерации, что, возможно, там какая-то часть окажется. Такую альтернативу, да, простыми словами, Сергей, но ищут альтернативу Севастополю все-таки. Вот вы заметили главное, что сегодня речь идет не о том, как Черноморский флот Российской Федерации может выполнить свои боевые задачи, они у него есть, и начало большого вторжения, большой войны показали, какие эти задачи. В частности, это блокирование портов Большой Одессы, это подготовка морского десанта. Так вот, сегодня Черноморский флот Российской Федерации ищет возможности уцелеть и перетащить то, что у него остаются другие пункты базирования. Понятно, что остается инфраструктура, понятно, что есть определенные функции по защите Керченского моста, Крымского моста. Но, опять-таки, я уверен, что в этой войне технологий это все вопрос времени. И, знаете, очень часто задают вопрос, а когда же Крымский мост все? Я скажу так, что надо опираться на факты, факты такие, это незаконное строение на территории суверенной Украины. Будет демонтировано. Когда придет время, все увидят. Сергей, я хотел бы, знаете, вас сейчас спросить, чтобы вы дали оценку тому, что сейчас происходит на Авдеевском направлении, ну, вокруг этого населенного пункта, поскольку мы понимаем, что Российская Федерация не оставляет попыток захвата этого украинского города. И, ну, есть оценки разные, которые говорят о том, что, по сути, да, там очень много в этих планах Российской Федерации, ну, политики, да, вот, смотрите. Враг в последнее время прилагает много усилий для того, чтобы окружить Авдеевку. Итак, спикер Объединенного пресс-центра силы обороны Таврического направления Александр Штупун выразил мнение, что для российских оккупантов занять Авдеевку очень важно, прежде всего из-за так называемой политики. Ну, мы понимаем, что в целом очень сложная ситуация и на Купинском направлении, да, и враг пытается вернуть позиции южнее и севернее Бахмута. А, ну, а Сергей, вот то, что сейчас продолжается вокруг Авдеевки, да, как вы это оцениваете? Ну, давайте о политике. Вспомните боевые действия вокруг Бахмута, и когда враг пытался заходить и пытался владеть практически полноценно этим городом, вернее, то, что от него осталось, слово «Артёмовск» не сходило с уст российских пропагандистов, все ток-шоу на российском телевидении, которые не проходят в прямом эфире, напомню, они все в записи. Так вот, слово «Артёмовск» — это было ключевое, это была якобы победа. Тогда враг еще не знал, что их просто перемололи, и будет контрнаступление, будет ответный удар. Что сегодня и происходит. Ситуация возле Бахмута, мы знаем о том, что с юга у нас есть определенное продвижение, и по северу намного труднее, там враг пытается контратаковать. То же самое касается Авдеевки. Здесь действительно очень много политики. Политики, которая должна подготовить выборы без выборов на Российской Федерации. Мы говорим о так называемых выборах так называемого главы России, президента этой страны. Действительно, это то знамя, которое враг пытается сегодня перехватить, слово «Абдеевка», и потом использовать в предвыборной программе Путина. Мы понимаем прекрасно, что других военных побед у них быть не может. Конечно, сегодня враг очень много атакует. Сегодня враг продвигается по определенным направлениям. Это правда. Это надо понимать. Это те реалии, в которых сегодня бьются наши воины. И прекрасно осознавать о том, что враг максимально прикладывает усилия для того, чтобы, ну или количество техники там зашкаливает, для того, чтобы овладеть этим городом, вернее, руинами этого города и коксокимическим комбинатом, как неким символом, так как, допустим, в Бахмуте там были подвалы, заводы шампанских вин. Поэтому давят, поэтому будут в ближайшее время атаковать. Мы говорим о максимальном использовании сегодня вражеских резервов. Людей, к сожалению, у них очень много. Это вот так называемого пушечного мяса. Это то, что они максимально сегодня будут продвигать. Поэтому выполнение нашей боевой задачи, нашими подразделениями очень-очень сложно. Очень сложно это выполнить. И еще раз скажу, это реалии. Но в любом случае мы прекрасно понимаем, что сегодня, в том числе, на Авдеевском направлении идет изматывание, в том числе, российских резервов, о которых я сказал. И мы говорили уже в вашей студии о том, что враг накопил определенное количество личного состава, техники, вооружения на границах Украины перед 24 июля, то эта группировка сегодня увеличилась фактически в два раза, даже, может быть, и больше. Поэтому, ну и наша армия сегодня не та, которая была даже на 24 февраля прошлого года. Поэтому ситуация сложная. Но честь и хвала нашим воинам за то, что стойко держат оборону, в моменты, когда контр наступают, не дают врагу продвинуться. Поэтому максимально верим, максимально поддерживаем уваженные силы. Сергей, вам огромная благодарность за участие в нашем эфире. Вам всегда рады в эфире информационного марафона на телеканале «Фридом». Нашим зрителям напомню, Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии «Юг», был с нами на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!